Какая благодать! Это исцеление, которое Бог дает нам. Я очень рад быть с вами в общении. Мой отец, он нам привил с детства особенную любовь к еврейскому народу. Мы не должны ничего были плохо говорить. Мы должны всегда были благословить. В то время, в советское время, можете себе представить. И поэтому у нас всегда было такое особенное какое-то, даже, можно сказать, с почетом или благобением мы относились к народу, который имеет на себе обетование. Это уже в крови. И когда я ехал в Германию, у меня было три желания. Одно желание – это было при первой же возможности посетить Израиль. И это я сразу же сделал. Это великое благословение. Я люблю посещать эту страну. Мы возим туда группы. Это великое благословение. Я очень рад, что у нас в Германии есть благословенное правительство, как Ангела Канцлер, которая сделала, как женщина, сделала заявление, смелое заявление на весь мир. Это показывалось по всем СМИ. Враги Израиля – наши враги. Друзья Израиля – наши друзья. И я так благодарю за эту женщину, что она не только где-то в сердце держит это тепло, но поистине она показывает и дает расположение Израилю. Это наша часть, и поэтому я с особенным удовольствием рассказываю об этом. Прежде чем я перейду к моему благословенному слову, которое лежит мне сегодня на сердце, вам сказать один маленький случай из моей жизни. Я однажды был на одной встрече. Это была очень интересная встреча. Это было на территории ГДР. Это сейчас недавно было, но на территории ГДР, чтобы вы понимали. И в одной церкви они сильно расположены и дружат с Израилем на уровне правительства. И к ним в эту церковь приехала делегация, где-то 13 человек было, чтобы вы понимали, министр вооружения, министр обороны Израиля был там. Общение было, где-то вот так примерно было людей. Можете себе представить, Валентин? Ну, я когда увидел это все, у меня был шок. Я думаю, надо бы прибраться было бы, что-нибудь, ну как-то приготовиться или еще что-нибудь. Да, сразу видишь же ошибки, правда же, да? Когда гости не приходят, все нормально, а перед гостями охота убраться. И уже все видишь. И они заходят, такие дамы, 15, там их сопровождает полиция. Приехали, машины такие, там у них этот ФВ Питон, потому что в этой области эту машину делают. Вот, большая. И подъехали, выходят. И что, самое шокирующее. Пастырь, он был такой, ну, как суподуховный. Знаете, вот есть так. Ну, все должны быть пастыря такие, но он чересчур суподуховный. И он говорит, выходит, поприветствовал, как все приветствие было. Представляете, они сидят, так чиноважно все, там такая охрана. Вот, и он выходит, пастырь, и говорит, я хочу, Бог ложит мне на сердце. Вы знаете, это в основном, когда мы в таком, когда вот такой уровень, мы как-то уже и осторожно, чтобы Бог не сказать лишний раз, чтобы вот, ну, так, чтобы как-то все это выглядело серьезно, да, так светски. А он говорит, Бог мне положил на сердце. У меня есть дар пророческий. Начало стучать сердце. Думаю, неужели что-то отчебучит сейчас. Вот. А к этому идет тенденция. И он говорит, я хочу вам оказать особенную любовь. Я хочу вам помыть ноги. Вы знаете, вот, ну, вот этот момент, вообще, ты думаешь, что это сон. Это сон, и сейчас он кончится, да. Да, и ты смотришь на этого министра обороны, как он прячет свои ноги под табуретку. Да, и сидят, и так переглядываются. Да, это правильно услышали или нет? А он, да, да, вы правильно услышали. Я хочу помыть вам ноги. Ну, ладно, окей, думаю, ну, все, не справишь ничего. В таких случаях самое лучшее сделать такую улыбку. Аллилуйя, Господь на троне, да. И так, это, вот. А что, ну, а что делать, да. И он говорит, я думаю, как же, где тазики, где, что. Он, и говорит, давайте, выходите наперед сюда все. Да. Это министр обороны первый. И за ним вся его свита выстроились в одну шеренгу, да. И он говорит, я знаю, что у вас чистые ноги. Но я попрошу всех служителей церкви выйти наперед. И мы хотим, как символ, как знак, с салфетками вытереть ваши туфли. Если когда-то я переживал благодать, то вот этот момент. Вы знаете, накрылся вот этот травм вот таким трепетом, трепетом. Я вообще сентиментальный человек. Там уже и сопли текут, и слезы текут. И эти стоят все. И когда вышли служители, и представляете, это картина. Эти стоят вот сюда. И он с ним и берет салфеточку. Где-то у меня Лена же положила, да, точно. И он, аллилуйя, Господь. И представляете себе, на немецком языке, на немецком языке молятся. Господь. О, я. Сыгни дизафуис. Сыгни. Аллилуйя. Слезы. Плачут люди. Плачут. Эти израильтяне плачут. Мы все рыдаем, плачем. Ну, знаете, это иногда слезы нужны нам. Часто, я говорю, мы плачем часто, но от обиды. А вот плакать от сострадания. Плакать от радости, что тебе так хорошо. Аллилуйя. И вот это объятие, это воспринятие друг друга. Мы говорим о воспринятии поколения. Я и дом мой будем служить Господу. И когда ты только, не только для своих открываешь сердце, а когда ты помещаешь других в свое сердце. Это так сильно, друзья мои. Этот день был спасен, я вам скажу. Это настолько, знаете, где рушится вот эта официальность. Рушится вот это, знаете, вот, я вас сейчас научу. Я вам сейчас скажу. Мне почет надо. Рушится все. И когда мы становимся друг к другу близкими, родными, братьями и сестрами. Аллилуйя. Амин. Амин. И вот это вот ключ Евангелия. Вот это вот есть то, что Иисус пришел и сделал. Аллилуйя. Амин, амин, амин. Я всегда, все же, положи, такие старенькие бабушки. Они все мои мамы. Аллилуйя. Я говорю, мама, ничего, если я буду называть других тоже. Называй. Аллилуйя. Вот так. Просто надо жить, друзья мои. И в этом есть благословение. Амин. Я почему вам рассказал? Я просто сказал, что мы, немцы, мы любим вас. Мы молимся за вас. И мы благословляем вас. От души, если у кого-то есть обида на нас, мы покаялись уже тысячу раз. Но если надо, я еще сегодня покаюсь. И скажу, простите нам за это зло, которое произошло в этой вселенной, но у нас есть большое сердце для вас. Пришло новое время. Пришло новое время. Время весны. Время пения. Аминь. 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 Благословения вам. Итак, дорогие мои, я хотел бы сегодня эти полчаса поговорить о очень важной теме, которая меня в последнее время очень много волнует. Ясное дело, что это не полчаса, а здесь, чтобы эту тему пережить, не только услышать, нужна жизнь. Нужна жизнь. И вы знаете, у нас стало одно такое очень, как сказать, популярное слово в Германии. Оно не было раньше. Это все чаще мы слышим по телевизору или еще где-нибудь слово культура. Да, например, у нас сейчас очень много говорится велкоменс культура. Это велкам культура. Качао, да? Я? Я. Это как гостеприимство или доброжелательность, или добро пожаловать культура. Понимаете? Потому что это все беженцы и многие люди, знаете, мы такие люди, что вот они придут, съедят мой хлеб, мою работу заберут, мне плохо станет. Это вот эгоизм, который нам мешает жить. Мы только для себя, это вот себе, себе. А культура, добро пожаловать, это когда я открываю сердце мое, когда я делюсь, когда я говорю, всем хватит места, всем хватит работы, кто хочет, правда или нет? Амэн. И все чаще и чаще. И Ангела Меркель, она как, ну, у нее, если даже настолько уже, просто вот, ну, даже слов не надо. Да? Да? Понимаете, что это такое? Это уже ассоциируется, ну, вы не так, конечно, сильно, а наши все смеются уже. Это уже все. Это культура, добро пожаловать. У меня для вас есть сердце. Это настолько, я начал думать и думаю, если это уже говорят в новостях, то, может, пора попроповедовать на эту тему. Подумать, что такое культура. И, конечно же, я вам говорю, что я не могу рассказать, вот сейчас все, знаете, что вообще, вот, ну, как это, откуда пришла эта культура, когда она вообще началась, культура. Но одно сегодня я хочу сделать, и это останется в ваших сердцах. Я назвал это слово, которое родилось во мне. Это культура почтения моего Бога. Мы, как община, мы, как церковь, мы должны позаботиться только одном. Не то, чтобы научиться кушать вилкой и ложкой. Не то, чтобы сидеть и ничего не капнуло на рубашку. Нормально, это тоже хорошо. Это хорошая культура. Не только сказать, сыночек, что надо сказать, спасибо, пожалуйста. Да, и вот это вот постоянное одолжение. Не, 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 нет. Культура почтения Бога намного выше. Если мы говорим о культуре почтения Бога, то мы говорим о состоянии моего сердца. Аллилуйя. Аллилуйя. Если мы говорим, ты не можешь культуре научиться вот так вот. Пришел, ты был бескультурный, а вот сейчас ты культурный, потому что ты красивое платье одел. Найн. Вот здесь надо что-то сделать. Правда или нет? Правда или нет? Что-то должно произойти. И культура это то, что, знаете, как тоже была культура во время Иисуса Христа, когда Он заезжал в Иерусалим. Пальмы, почтение, культура, одежду снимали. Все правильно делали. Но это не было делом сердца. Через неделю культура взяла другой оборот. И уже эти же люди, они кричали, распни, я не хочу такой иметь культуру. Я хочу выработать в моем сердце. Я хочу выработать в моей семье. Я хочу с моими дочерями и сыновьями, с моей женой. Я хочу выработать культуру, которая почитает моего Бога. Я хочу это выработать, что я и дом мой будем служить Господу. Аллилуйя. Вы как хотите. Ваше решение. Что вы будете делать со своей жизнью? Ваше решение. Но я решаю, я говорю, я и дом мой. Мы хотим принять культуру. Мы хотим воспитать в себе культуру почтения моего Бога. Аллилуйя. Я думаю, здесь будет очень подходящее место, которое мы с вами прочитаем. Если кто-то есть Библия, знаток, не знаток, где-то вот так вот можете открывать. И перед Новым Заветом последняя книга Старого Завета. Давайте посмотрим, это сегодня нам поможет глубже понять то, о чем сегодня я хочу сказать. Да, наша молодежь, они все понимают так хорошо. Я им просто сказал, чтобы они... О, перевести не так просто, да? На немецком так красиво это слушается. По разговору моего тела они должны понять, о чем я говорю. Аллилуйя. А у меня некоторые говорят, ты чересчур какой-то такой, ну, живой, или как сказать. Я хочу, чтобы все понимали. Если кто-то так не понимает, вот так. Вот так. Итак, первая глава Малахии. Первая глава Малахии, шестой стих и ниже. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вау. Когда я прочитал это, думаю, я тоже священник. И так, знаете, можешь не читать? Как бы против себя. Да, начинаешь проверять. О, Господь, тебе милость. Но мы видим, что такое тоже может быть. Правда или нет? Да? У меня не особенный статус перед Господом. Друзья мои, хотя я нахожусь в пастырском служении, но в глазах Бога мы с вами все одинаковые. Аллилуйя. Я точно так же буду стоять в очереди перед небесами. Аллилуйя. И я точно так же услышу, как и вы услышите. Войди, благословенный, в дом Отца моего. Аллилуйя. Мне так же нужно молиться. Мне так же нужно кушать. Мне так же нужно ходить в туалет. Это только один президент на земле, который уже не ходит в туалет. Это президент Северной Кореи. Вот. Потому что он особенный человек, да? А мы еще, слава Богу, люди. Аллилуйя. Я так рад, что мы люди. Это значит, что Господь любит нас. Аллилуйя. Амин. И вот здесь вот послушаем дальше. Священники, бесславящее имя Мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое. И дальше Бог как бы обращается через Торческое Слово и дает немножко такое, чтобы понимание было. Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое или хромое или больное, не худо ли это? Принеси это твоему князю. Принеси это твоему начальнику. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Даже где-то не сильно подходит на наше время это, знаете. Через че строгое слово, правда или нет? Че ты мне указываешь, что мне приносить? Вот это вот есть культура. Почтение моего Бога. Первый пункт, который сегодня я хотел вам сказать. Я люблю по пунктам говорить, чтобы люди, которые записывают, могли потом что-то понимать и что-то взять для себя, что-то записать. Первое. Как я могу почитать моего Бога? Как? Как? Я его не вижу. Никогда я его не видел. Только духовными очами. А так не видел. Я могу почтить пастыря Валентина, оказав ему любовь, гостеприимство, там все. А как Бога я могу почтить? И здесь Бог говорит, если я отец, если я Бог, то где почтение? Первый пункт. Почтение Бога. Или культура почтения моего Бога. Это почтение Его Слова. Я не могу почитать Бога, не зная Его Слова. Я не могу правильно воспитать ребенка, если воспитательным процессом не станет понимание Слова Божьего. Правильно или нет? Иисус говорит, если кто меня принимает, тот принимает и мое Слово. И если что будете просить, то данно будет вам. Почтение Слова – это не то, чтобы, вы знаете, аккуратно листать Библию и вот так вот, и чтобы, ой-ой-ой, святая книга, никто не должен прикасаться, только Папа. Нет! Это Слово, оно должно стать плотью и стать моей культурой. Оно должно войти в меня и стать во мне жизнью. Аллилуйя! Это вот есть… Я вам скажу, что это не приходит одним днем. Это труд. Многие говорят, «Ха, зачем мне знать Библию? Написано, Дух Святой, Он напомнит, Он скажет, когда надо будет, не заботьтесь о чем говорить, Он наполнит мои уста». Да, да, но написано, что Он напомнит. А напомнить, это значит, если ты знал, тогда и забыл, вот тебе напомнят. А если ты не знал, то там вспоминай, не вспоминай. Ага. Культуры никакой. Поэтому, друзья мои, я всегда говорю, сегодня в этом суетном дне, времени, где мы живем, где нету время, нету время читать Библию, нету. Я понимаю вас. Вы скажете, когда нету время? Друзья мои, есть время. Есть. Сделай это как-то, пускай будет одна минута, пускай это будет один стих, пускай это будет под душем, пускай это будет в машине, пускай это будет в туалете, пускай это будет, ну где бы это ни было, но сделай это культурой своей жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Ну не может такого быть. Как мы почитаем свою плоть, друзья мои? Как мы почитаем? У меня всегда жена говорит, я вот одно не согласна, совсем согласна, одно не согласна. Почему Бог сделал, что человеку нужно три раз кушать? Если бы не надо один раз в день, ну хватило бы? И правда, хватило бы или нет? А вот едим, 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 потом совесть судит, начинаем мучить себя, там туда-сюда, все, давай, жена, давай диету, может тебе надо это скушать? Да надо, надо, да не надо! И вот она просто едет, зачем? Мне бы делать нечего, все приходят кушать, 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 холодильник, бам-бам-бам, зачем? И вот мы почитаем эту плоть, и только не почти ее, вот попробуй не почти ее, все говорят, все, я не буду почитать, я думаю, каждый сейчас думает, с понедельника начну, все, слава Богу, что я с понедельника, как он еще выдерживает все. Это культура моей плоти, а вот я хочу выработать культуру моего духа. Я люблю очень кофе пить, не знаю, это грех или нет, не знаю, да? Ну, вот утром, утром надо мне кофе выпить, да? Вот, даже где-то понимаю, может, людей, которые там, вот, другими изделиями занимаются, но, ну, как-то кофе, оно как-то, ну, не такой сильный грех, я думаю. Да. И вот, и потом я думаю, ага, вот плотянка, я тебя поймал сейчас, кофе не получишь. Почему? Знаете, почему? И рука сама так идет, да? Нет? Что такое? Вчера же все было. Что? Нет? Ну, окей, набери кофе, набрал, поставил, не пей, а что? Открой свой айфон, ага, прочитай стих на сегодня. Вау! Один стишок. Сколько у детсекунд, друзья мои? А? Пять, десять секунд. Кто быстро читает, правда или нет, да? Если кто заикается, побольше немножко, да? Вот. А так, да, ну, чего смеяться, да? Это же так, всяко бывает, да. И вот здесь вот, и стало привычкой вдруг у меня, вдруг я не могу проглотить кофе, пока не проглочу Слово Божьего. Аллилуйя! Аминь! А еще, знаете, раз у нас, я и дом мой будем служить Господу, у меня вот девочки уже большие, уже не могу их контролировать, да? А еще у меня есть маленький, а над ним еще можно командовать, знаете, маленький, десять лет, да? Лукас! Иди играй, иди сюда, принеси кофе. Мои девочки говорят, я хочу, а, да, я хочу тоже, говорит, замуж выйти, по одной причине, чтобы я тоже могла так командовать над моими детями. Да? Вот. И я с Лукасом сижу, и школу его надо везти. И вот это в зимнее время всегда у нас одинаково, мы с ним едем на работу, и я ему завозу школу. И вот мы сядем с ним, а он сидит такой, глаза не помыл, вот так вот висят там все, да? И он кушает свой хлеб, я говорю, Лукас, Лукас, давай послушаем, что Господь говорит нам на сегодняшний день, и мы с ним вместе читаем, да? А он так жует, я говорю, сыночек, надо сказать аминь, аминь, да? Вот. И так, как будто ничего не понял, да? Как будто ничего не понял, а потом раз только вспоминает, и говорит, а мы читали сегодня. Восприятие другое, понимаете, друзья мои, нам кажется, что это такое, да? Но это стать должно для нас великим благословением. Отцы, я обращаюсь к отцам, когда последний раз ваша голова была на вашем ребенке. А, рука. Видишь, вот, вот, это разговор тела, да? Язык говорит одно, а вы понимаете другое. Это пророчество уже. Аллилуйя. Когда ваша рука была на голове вашего ребенка? И не такое нотации читать на полчаса, а короткое слово. Да благословит тебя Господь, сын мой! Мы будем служить Господу. Аминь. Аллилуйя. Правда или нет? Слово должно стать плотью на каждый день. Этим мы почитаем нашего Господа. Прежде чем пойти к врачу, что он скажет мне, давайте придем к Слову Божьему, что оно скажет ко мне. Аллилуйя. Это дает благословение, и это дает жизнь. Это есть мое почтение, к моему Богу. Пункт первый. Второй пункт. Не переживайте, мы все успеваем. Аллилуйя. Культура почтения моего Бога через приоритеты и выделение моего времени для Него. Время. У нас говорят немцы, время – деньги. Ага. У нас все по времени. Если я делаю каркуляцию на какой-то объект, я делаю по минутам каркуляцию, я не могу сказать, а, это будет стоить во столько. Ага. Нет. Я считаю, сколько минут нам понадобится, сколько минута стоит времени, во столько мне нужно. Понимаете или нет? Это, поэтому иногда так в Германии люди хорошо живут. Я не знаю, почему. Да? Вот. Ну, здесь мое время, мое личное общение с Богом. Было когда-нибудь последний раз, друзья мои, когда не жена меня заставляла, давай помолимся, мы уже давно не молимся. Когда ты последний раз молился? И вот мы, ну, давай, давай, давай. Нет. Мое личное время с Богом. Вдруг у меня приходит тоска на сердце. Что такое тоска? Это звонок. Мне нужно пообщаться с моим Господом. Мне нужно выйти на улицу. Мне нужно пройтись. Мне нужно посмотреть на небеса. Аллилуйя. Правда или нет? Этим я почитаю моего Бога. Я хочу поговорить с Ним. Я хочу услышать Его. Это мое время. Это мое время, которым я почитаю Бога. Зачем мы сегодня сюда пришли друзья мои? Вообще я говорю зачем Бог придумал субботу? А я знаю почему. А киевляне знаете почему? Вот я им говорю. Они центр центр, да? А центр всегда больше знает всего. Потому что Бог говорит им будет скучно им нечего будет делать пускай приходят все в церковь. Друзья вот такое нет. Нет. Бог хочет чтобы мы поставили приоритеты где мы с почтением я иду на служение почитая моего Бога. Аллилуйя. Я беру это время и оно для меня не так. Ой ну снова. Нет я делаю с радостью это. Итак культура почтения моего Бога проявляется в приоритетах моего времени. Второй пункт. Третий пункт. Культура поклонения или почитания моего Бога является поклонение и прославление и моя молитва перед ним. Аллилуйя. Просто вспомните короткое место. Я принадлежу возлюбленному моему а возлюбленный принадлежит мне. Песня песней помните или нет? Это есть истинное поклонение. Это есть истинное прославление. Аллилуйя. Когда сердце вместе с Богом. Четвертый пункт. Культура почтения Бога проявляется когда я с почтением отношусь к трапезе Господней к вечере Господней. Многие люди не считают заслужение вечерю Господню. Я не знаю как у вас это празднуется. Это не играет роли. Но я думаю все христиане они празднуют вечерю Господню. Правда? У вас тоже есть. Знаете некоторые говорят главное чтобы не пропустить то-то-то молитвенное служение пророческое служение или еще что-нибудь. А я вам скажу самое главное не пропустить вечерю Господню. Я всегда говорю вам на вечерю Господню я одеваюсь по-другому. Я подхожу я хочу почтить Бога. Я говорю Господь что я должен надеть красную рубашку или белую рубашку. Немножко такое глупость но что делать? я хочу почтить моего Бога. Не так что так как есть прибежал там. Конечно бывают моменты поймите правильно но почтение почему апостол Павел говорит когда сходитесь ждите друг друга ждите друг друга это должно стать общественностью это должно многое разное становится одним через преломляемое хлебо почтение Богу. кому-то это слово очень очень важно почтение Богу. Я не видел ни одного человека который перестал принимать вечерю Господню и он долго задержался в церкви. В основном это выход из церкви когда человек перестает принимать и пресечаться крови и к телу Господнему. Это первый знак первый знак все для меня жертва Иисуса Христа понимаете друзья мои с почетом с почетом я отношусь с почетом Пятое культура почтения через мои финансы Да 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 короткое где сокровище ваше ага а у меня не деньги сокровища тогда давай нету проблем давай я заметил разная культура есть друзья мои мы построили здание мы построили церковь очень красивое здание очень хорошее одно из красивейших я думаю в нашем городе да и я вам скажу что почтение вот это вот это финансовое где я я говорю люди приходят и говорят у нас там диван дома хороший есть не надо вам в церковь а я говорю а что вам больше он не нужен да не мы новые купили я говорю новые принесите в церковь а на этом еще поспите откуда пришла эта культура я спрашиваю откуда пришла эта культура в дом божий самая последняя самая плохая откуда пришла эта культура кто-то услышал меня или нет друзья мои откуда да хорошо а вот это вот друзья мои где для дома божьего лучшее для дома божьего лучшее я дам правильно или нет для дома божьего я дам самое дорогое где сокровище там и сердце правильно сестра сказала если его в сердце нету только для себя для себя а уже на тебе боже что мне не гоже вот это вот аминь здесь не подходит да ну ничего ладно мы говорим о культуре друзья мои мы говорим о людях которые делают разницу в этом мире правильно или нет не можете служить двум господам одного будете любить другого ненавидеть есть много мест по этому слову много мест шестой пункт почтение богу это очень сильный путь это сильный ключ почтение богу проявляется через почтение друг другу почитая бога я почитаю мы друг друга я почитаю кого выбрать у меня ты сестра пойдемте я бог любит сегодня я почитаю ее знаете почему потому что в ней живет иисус христос почитая ее я почитаю моего бога принимайте друг друга вот почему мы не можем осуждать вот почему меня не интересует зачем вот здесь кожа нужна нельзя было все это как-то поскромней да какая разница какая разница а лучше бы отдать это господу а если бы вот это все друзья мои фарисейства я почитаю бога потому что бог принял ее такая какая она есть не моя работа переделывать ее друзья мои моя забота любить и уважать ее вот она в чем а мы переделать мы хотим вот так вот так как я ну пусть ну немножко длинные волосы ну ничего ничего быстро обрезать правда мама не будем обрезать все нормально все понимаете почтение спасибо дорогая ой господь любит тебя почтение друг друга почтение в семье где мужья когда вы почтили последний раз свою жену бог библия говорит мужья относитесь почитайте своих жен написано написано почитайте своих жен когда было последний раз почтение жене когда ты последний раз бросил в нее портмоне и сказал иди закупайся дорогая наполни наполни после получки понимаете друзья мои родители дети дорогие дети почтение хочешь долго жить хочешь на хорошей машине ездить хочешь красивую девушку получить почти отца и мать почти мать и отца послушай что они говорят в твою жизнь амин почти своего царя почти своего правителя не хватает времени я бы рассказал бы еще бы один гвоздь забил но нету времени почтение друзья мои какой бы он не был Порошенко молись за него благословляй кого его благословлять вот как раз его благословляй потому что его все проклинают а ты благословляй проклятие ни одного человека еще не изменила благословение оно всех изменяет аллилуйя аллилуйя это есть почтение аллилуйя еще песню можно спеть одну Или нет? Не надо. Все, да. Еще, подожди, еще один. И все. И все, друзья мои. Седьмой пункт. Почтение нашего Бога мы приносим плоды. У нас есть плод. Кто-то услышал меня? Это когда мы землю оккультуриваем, она приносит плоды. Вот это вот нам нужно. Да благословит вас Господь. Господь, я прошу тебя. Давайте мы через все стали наши ноги. По имени Иисуса Христа. Это уже какая ваша культура, да. Аллилуйя. Боже, это народ, который сегодня принимает решение почтить своего Бога. Я просто хочу сейчас сказать коротко, друзья мои. Вот ты слушал сейчас это слово. И ты конкретно знаешь, где у тебя нету почтения Богу. Я хотел бы, чтобы ты сейчас сказал слово перед Богом. Скажи это. Господь, я хочу почтить Тебя. Вот в этом, в этом, в этом. Я хочу почтить моих родителей, почтить мою жену, почтить Тебя финансами, почтить моего ближнего, почтить моим благословением, почтить моим бременем во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я знаю, в этот драгоценный момент, что-то совершается в этом зале. Я вижу армию наполненной культуре, наполненной культурой почтения своего Бога. Аллилуйя, во имя нашего дорогого Ишуа. Аллилуйя, возьмите за руки сейчас, пожалуйста. Число 6 глава говорит так, а Бог обращается к Моше, говорит, скажи Аарону и сыновам его, таким образом благословляй народ мой, благослови Сыновы Израиля, говоря им, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь святым лицем своим, помилует Тебя, да обратит свое лицо Господь на Тебя и даст Тебе мир. Амин.